Привет всем в Cinema 4D и давайте рассмотрим сначала простейшую развертку, а потом именно чуть-чуть усложним это дело. Переходим в компоновку и заходим в стартовую. Если вы только включили программу, то наверное вы будете уже находиться в стартовой именно компоновке. Открываем теперь куб, подгружается куб, делаем ему именно конвертацию. Заходим теперь в компоновке в Edit UV Edit. Теперь нажимаем вот эту функцию мастер подготовки модели для раскраски. Здесь вот шаги выбрать объект. Объекты сейчас стоят и можно жать следующую пересчитать UV. Здесь оптимальный кубическую проекцию, оптимальная. Следующий жмем. Вот здесь можно цвет именно поставить какой вам надо. Так ну давайте вот этот пойдет. Жмем конец. Все просчитывается. Закрыть. Вот появилась UV развертка. Следом можно именно подгрузить. Нажать эту функцию мастер подготовки модели для раскраски. Так мы ее уже жали и теперь теперь нажимаем вот эту вот полигону UV функцию. Вот проецируются здесь именно стороны куба. мы давайте выберем какой цвет вот в этой функции и нажмем давайте телесный. Переключимся на кисточку. Вот стоит 3d именно рисование и попробуем все дело это покрасить. вот вы видите что здесь все появляется. Вот такая штука. Так теперь также можно цвет поменять. Допустим взять чуть-чуть по ядовите по красному. Колесико приближает. Зажатое колесико делает меньше больше кисть. Вот таким вот образом. Здесь вот стоит размер кисти. Режимы. Правка. И вот здесь можно немножко чуть-чуть кисточкой поиграться. выбрать какую-нибудь кисть. Нажимаем теперь опять колесико. Прибавляем ее. И вот так вот все это дело здесь красим. Так теперь все раскрашено вроде alt. Левая кнопка мыши вертит. Крутит. Колесико отодвигает. Отдаляет. Докрашиваем нужные стороны. Вот можно также красить именно по развертке. Вот такую штуку вот можно сделать. Так следом что еще можно. Так выберем какой-нибудь другой цвет. Желтый. И давайте что-нибудь тут. Эдакое. Замутим. Вот получается вот такой куб. С такой вот текстурой. Теперь заходим в файлы. И сохраняем. Сохранить текстуру как. Высвечивается окошко. Формат TIFF нам не надо. Можно сохранить в PSD, PSB. Ну сохраним JPEG. Чтоб в Photoshop не заходить уже. Так теперь сохраняем материал цвет. Сохранить. У меня уже такой файл есть. Жму да. Заменить. И сохраняем следом именно куб. Экспорт. Сохранить в формате OPSH. Здесь вот есть все масштабы. Нормали, точки и так далее. По Z оси. Сохраняем OPSH. Высвечивается окно сохранения. И сохраняем без названия 15. Сохранить на рабочий стол. Так. Вот у нас ZBrush. И теперь можно импортировать именно этот куб. Заходим. Находим. Так. Без названия 15. Открыть. Вытягиваем его. Edit Make Polymesh. Frame. Alt. Левая кнопка мыши. Shift. Левая кнопка мыши выравнивает. Заходим теперь. Так. Текстуры. Жмем на окошко. Подгружаем импорт. И находим вот эту вот именно текстуру. Красно-желтую. Подгружаем ее. И вот такая вот чудо. Вот так все это дело здесь выглядит. UVMap. MorphUV. Вот такая именно получилась развертка. Ну и все вернем назад. Все прикольно. Ну давайте теперь усложним, как это все дело происходит. Вернемся сейчас в Cinema 4D и попрем по новому варианту. Так. Файл. Закрыть сцену. Не сохраняем. Все это нам не надо. Переходим теперь в компоновки. Опять же в стартовую. Подождем немножко. Следом в файл подгрузим другую какую-то модель. Добавить сцену. Я тут подготовил модель именно SmoothBox. И теперь ОК. Нажимаем и подгружаем ее вот сюда. Следом переключаемся на ребра. Высвечивается вот такая сетка. Можем нажимать на ребра. Именно выделять вот эти вот ребрышки. Но надо изменить это все дело. Заходим в выделение. И находим циклическое выделение. Так. Снимаем выделение щелчок на рабочей зоне. На окне. И находим какие-нибудь. Давайте. Части. Вот эти вот ребра. Нажимаем. Выделяется другим цветом ребро. Нажимаем Shift. Находим какое-нибудь еще ребро. Вот допустим лицо. Вот так все это дело здесь получается. Ну и где-нибудь давайте вот так ее. Перешив зажатый. Разрежем еще как-нибудь. Ну и вот тут еще. Можно. Немножко вот так вот ее порезать. Ну и где ухо. Немножко. Что-нибудь тут тоже вырежем. Вот так вот. Все нормально. Все зашибись. Так. Теперь переключаемся именно в полноценный вид. Правка модели. Создаем материал. Он сам здесь создался. Если у вас нет материала, то два щелчка здесь и появится материал. Его применяем. Также заходим в теги. Создать тег UV. И вот теперь можно зайти именно в UV-эдитор. Вот такая развертка получилась. Нужно теперь ее немножко преобразовать. Так. Заходим в проекцию. Находим. Что-то здесь не высвечивается. Нажимаем вот эту вот функцию полигона UV. Высветилось вот это окошко. Спроецировалась вот эта вот вся модель. Теперь проекция. И находим фронтально. Вот так все это дело здесь получилось. Теперь ослабить UV. Колесико крутим. Ставим. Обрезать выделение грани. Вот так вот. Так. И ставим здесь вот функцию. Именно ABF. Авторасположение. Галочку. И применить. Вот такая штукенция получилась. Теперь приучаемся на цвет. Попробуем что-нибудь тут этакое покрасить. На кисточку. Преобразуем ее в покраску. Вот все здесь поделилось. И вот теперь можно красить. Ctrl Z. Если вот где дележка была. Пальчик, левая кнопка мыши. Вот мы нажимаем. Вы видите, что лицевая отделенная. Вот она красится. Вот на развертке она вот находится здесь. Здесь мы отделяли ухо. Так, что здесь. Здесь вот затылок. Вот такая штукенция. И вот вы видите, что вот здесь проходит полоса разделения. Вот такая. Вот тут тоже полоса проходит. Теперь можно выбрать другой цвет. Допустим, красный. И вот так все здесь покрасить. Вот теперь вы можете все это дело сохранить. Сохранить текстуру как. Или использовать. Если вернуться назад. По покраске. То можно зайти именно. Так. В покраску 3D Paint. А нам нужен Body Paint 3D. Опять же, подготавливаем к покраске. Все это дело делится. И вот так вот. Применяется уже вот здесь. Вот красится на текстуре. Вот вы видите. Вот такая штукенция. Так. Если текстура не высвечивается. Тут такой функции нет. Ну ладно. Проехали. Вот такая вот покраска. Давайте раскрасим полностью модель. И в The Brush посмотрим, как она выглядит. И как выглядит именно. Применится вот эта вот текстурка. Так. Чтобы все было закрашено. Вот так. Смотрим подбородок. Не забываем. Выбираем любой другой цвет. Допустим коричневый. Теперь колесико зажимаем. Уменьшаем кисть. Вот таким вот образом. Влево-вправо вводите. Уменьшаете кисть. Ну и что-нибудь тут. Маску какую-нибудь нарисуем. И что-нибудь вот так. Так. Теперь заходим в файл. Смотрим, что тут еще есть. Слои. Посмотрим в слоях, что находится. Упростить слои. Новый слой можно добавить. И так далее. Создать слой сетки UV. Это пока не надо. Сохраняем файл. Смотрим, что тут да как. Сохранить текстуру как. Вот формат TIF. Жмем JPEG. Ок. Сохраняем. Жмем цвет 12. Сохранить. И теперь в файл сохраняем именно саму модель. Экспорт. Так. Это не надо. Не туда нажал. Экспорт. И жмем формат OPS. Жмем ОК. Сохраняем допустим 16. Ну и зайдем теперь именно в ZBrush. И посмотрим, что тут да как будет с этой моделью. Закрываем. Жмем Ctrl N. Удаляем предыдущую модель. Жмем импорт. Находим без названия 16. Подгружаем модель. И вы видите, что модель уже раскрашена и уже применилась к ней именно текстура. Вот такая стукенция. И давайте рассмотрим именно UV Map. Вот такая развертка. И теперь посмотрим текстуру. Крит. UV Map. Флип. UV. Немножко не так наложилось. Вот убежала маска. Именно попробуем подгрузить новую текстурку. Импорт. Ну и вот это вот. Открыть. И здесь уже можно UV Map. Лип UV. Вот это уже четко. Вот такие два варианта по UV развертке. Все. Всем пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok